добрый день дорогие ребята продолжаем наши занятия сегодня мы с вами рассмотрим объем конуса опять переливание жидкости и задачи еге чтобы найти объем конуса нам нужно нам надо знать следующие параметры надо обязательно знать высоту конуса и площадь основания конуса в основании конуса у нас круг поэтому нам надо знать pr квадрате радиус основания конуса и так задача в сосуде имеющем форму конуса уровень жидкости достигает 1 3 высоты объем сосуда 540 миллиметров чему объем налитой жидкости вот вот нам надо узнать объем вот этой налитой жидкости объем налитой жидкости равен объему конуса вот это у нас будет высота конуса и радиус конуса давайте решим эту задачу объем сосуда у нас равен объем сосуда 540 миллилитров он равен 1 3 площадь основания на высоту значит высота маленького вот этого конуса составляет одну третью от высоты всего конуса значит радиус этого маленького конуса если радиус р это радиус основания большого конуса радиус основания моего конуса данным случае быть одна 3 р напишем площадь основания 1 3 пр в квадрате на h это объем но 1 большого конуса нам надо найти объем маленького конуса у нас будет равен 1 3 пи радиус основания у нас будет 1 3 от р первоначального высота тоже 1 3 от 1 высоты большого конуса значит возводим в квадрат коэффициент напишем впереди это у нас будет 1 3 пир в квадрате на аж обращаем внимание что 1 3 пир квадрате на же это выражение равное объема большого конуса и она равно 540 то есть 1 27 умножаем на 540 у нас получится 20 миллилитров то есть объем меньшего конуса равен 20 миллилитров давайте это назовем способ номер один способ решения номер один второй способ здесь предлагаю следующее решение как мы знаем объемы подобных тел относится как коэффициент подобие этих тел в кубе в кубе коэффициент подобия у нас равен 3 так как у нас высота этого конуса меньше в три раза значит к в кубе это у нас будет 27 то есть объем меньшего конуса в 27 раз меньше объема большего конуса то есть объем этого конуса у нас меньшего равен 540 деленное на 27 и он опять же равен 20 миллилитрам пусть r радиус основание большего конуса h высота большего конуса так как задача сказано что уровень воды достигает 1 3 высоты высота меньшего конуса у нас будет аж деленное на 3 тогда радиус меньшего конуса тоже будет радиус деленное на 3 объем большого конуса у нас равен объем большого конуса у нас равен 540 миллилитров то есть он равен 1 3 пи р квадрате на аж давайте найдем объем меньшего конуса он у нас будет равен 1 3 пи радиус у нас меньше в 3 раза то есть р на 3 все в квадрате высота тоже меньше в 3 раза 3 возведем в квадрат умножим на это 3 здесь у нас появится в знаменатель 27 коэффициент 1 27 напишем впереди тогда у нас останется 1 3 пи р в квадрате на аж обратите внимание что это выражение у нас как раз равно объему вот этого вот большого конуса подставим вот сюда 1 27 нам надо будет умножить 540 ответ будет 20 миллилитров это объем меньшего конуса а эту задачу можно решить чуть по-другому ну на самом-то деле идея тоже но можно решить ее быстрее как мы знаем объема подобных тел объема подобных тел относится как коэффициент подобия в кубе у нас коэффициент подобия в данной задачи равен 3 потому что высота в три раза меньше тогда у нас три в кубе будет 27 тогда объем меньшего конуса у нас будет меньше 27 раз объем объем большего конуса то есть 540 деленное на 27 объем меньшего конуса и он будет равен 20 миллилитрам тоже обратите внимание вот в конус налита жидкость здесь задача идет вопрос что уровень жидкости достигает две трети высоты объем жидкости вот налито 60 миллилитров сколько миллилитров жидкости надо долить чтобы полностью наполнить этот сосуд то есть этот конус значит идея такого надо найти объем всего конуса надо на и отнять объем вот этого конуса он у нас известен 60 миллилитров тогда вот мы узнаем сколько воды надо налить какой объем ну давайте решим эту задачу объем вот нам надо найти объем большого конуса так отнимаем объем меньшего конуса тогда мы узнаем сколько воды нам надо долить пусть объем большого конуса у нас равен р высота то есть радиус основания высота равна h объем меньшего конуса у нас равен 60 и он равен 1 3 пи радиус р в квадрате радиус у нас равен 2 3 от радиуса основания большего конуса то есть 2 3 р в квадрате а высота тоже 2 3 от высоты большого конуса если мы это все умножим возведем в квадрат у нас будет здесь коэффициент 8 27 их умноженное на 1 3 пи р в квадрате на аж так объем большего конуса у нас равен 1 3 пи р квадрате на аж то есть чтобы узнать чему равен объем ну вот из этого уравнения можем узнать это выражение то есть 60 разделить на 8 27 это у нас будет 60 умноженное на 27 деленное на 8 то есть здесь у нас сколько будет 4 15 здесь 2 значит 15 умножить на 27 в уме трудно мы можем отсюда взять 3 тогда у нас останется 5 умноженное на 81 деленное на 2 это уже можно решить в уме это будет 202 целых 5 десятых миллилитров то есть мы с вами узнали это объем большего конуса вот он у нас то есть чтобы узнать сколько в жидкости нам надо долить от объема большего конуса то что мы с вами узнали надо отнять объем меньшего конуса получится сто сорок две целых пять десятых миллилитров то есть идея такова что опять давайте обобщим от объема большего конуса надо отнять объем меньшего конуса тогда мы узнаем объем вот этого усеченного конуса то есть объем жидкости которые надо долить чтобы сосуд был полный так быстренько посмотрим следующую задачу здесь но задача тоже аналогично аналогично здесь объем конуса известен большего конуса через середину высоты параллельно основании проведено сечение которое является основанием меньшего конуса с той же высотой найти объем меньшего конуса но здесь мы можем воспользоваться идеей вообще в таких задачах на самом-то деле эти задачи не очень не очень сложные здесь можно воспользоваться опять же идеей что объемы подобных тел относится как коэффициент подобие в кубе в данном случае у нас коэффициент подобие 2 потому что у нас здесь сечение проходит через середину высоты коэффициент подобие 2 тогда 2 в кубе у нас будет 8 и объем меньшего конуса у нас будет 16 деленное на 8 это из 2 то есть можно воспользоваться идеей что коэффициент и коэффициент подобие в кубе это отношение объемов подобных тел так следующий ну и вот задача найти площадь полной поверхности отсеченного конуса вот здесь тоже проводится сечение сечение проведено тоже посередине высоты надо найти площадь полной поверхности отсеченного конуса то есть площадь поверхности большого конуса у нас равен 12 здесь тоже работает известный факт что площади подобных фигур подобных фигур на плоскости или площади поверхностей объемных тел относится как коэффициент подобие в квадрате если у нас есть течение проведено посередине коэффициент подобие у нас равен 2 то есть 2 в квадрате это у нас будет 4 тогда площадь поверхности меньшего конуса будет у нас 12 деленное на 4 и она будет равно 3 можно вот так вот решить теперь посмотрите вот я вам написала вопрос можно ли найти площадь полной поверхности усеченного конуса обратите внимание вот на термина усеченный конус и отсеченный конус отсеченный конус вот он а усеченный конус у нас на картинке вот это как бы тумба вы подумайте можно ли по этим данным найти площадь поверхности этого усеченного конуса таким образом дорогие ребята мы с вами рассмотрели задачи которые вам пригодятся при подготовке к единому государственному экзамену такие геометрические задачи обычно прилагаются заданиях еге как базового и профильного уровня желаю удачи подготовки к государственной итоговой аттестации а